Ремесло, которое когда-то казалось обыденным, сейчас снова занимает первые позиции в череде увлечений. Гончарное мастерство привлекает не только взрослых, но и детей. Строгая гармония керамики. По таким названиям в Доме народного творчества открылась выставка гончарного искусства. Представленные работы выполнены не только мастерами своего дела, но и начинающими творцами студии керамики «Золотой стек». Руководитель студии Олег Вьюнов обучает самому древнему виду творчества, постоянно создавая что-то новое. В старину, в Древней Руси, также и в Китае культивировалось чаепитие правильное. Липовый цвет, мята, шиповник заваривался в этом вот стакане внутри чайника. Когда чай свежий выпивался, сухое вещество выбрасывалось, чайник никогда не мылся. Считалось, что чайник должен пропитаться духом чая. И чай в таком заварочном чайнике становился все вкуснее с каждым годом. И в дальнейшем такие чайники передавались из поколения в поколение. Авторские работы мастера признают не только в нашей стране, но и за рубежом. Осваивать технику гончарного искусства он начал уже в детстве. И вот уже более 20 лет создает уникальные произведения из керамики, участвует в разных конкурсах и делится секретами их создания. Вот такие миски, называются солила или плашки, делаются внутрь с вогнутыми краями, для того, чтобы когда переносишь суп, борщ или еще что-то жидкое, чтобы не расплескалось. Эти края гасят колебание воды. Авторские куклы, изящные вазы, необыкновенные кувшины. Юные дарования научились многому. Увидеть необычные работы керамистов можете и вы. Выставка продлится до 22 ноября. Евгения Егорова, Светлана Алекимова, Сергей Рябчиков. Республика.